Петр Олегович Толстой Петр Олегович, добрый день и просто счастье, что в вашем плотном графике столько задач вы нашли время с нами встретиться. Добрый день, ну конечно, это моя обязанность. Раскройте один секрет, может быть для кого-то небольшой, для кого-то может быть гигантский. Многие ваши коллеги общаются так, что в принципе понятно, о чем они говорят, но смысл вот в этих сложных словах, в этой конъюнктуре разобрать непросто. А вы как-то вот сразу народу мысль вкладываете? Ну я стараюсь, я вообще здесь в этом кабинете оказался благодаря моим избирателям, которые за меня проголосовали в одномандатном Люблинском округе Москвы. И я стараюсь разговаривать так, чтобы им было тоже понятно, потому что иначе зачем нужна вся эта политика, если она изъясняется какими-то бюрократическими штампами, оборотами, которые простой человек понять не может. Знаете, часто бездействие маскируют умными словами, а особенно у нас уже выросло целое поколение деятелей, в том числе они находятся и в правительстве, и в других интересных местах, которые маскируют свое бездействие англицизмами. И я, честно говоря, против этого. Я считаю, что если ты что-то делаешь, всегда в русский язык очень богатый, можно назвать своими словами. Что касается курса, который выбрала наша страна внешнеполитического, это многополярный мир. Что касается внутреннего курса, это развитие, во-первых, просвещения, во-вторых, исторического образования, исторической памяти и традиционной ценности. Что самое сложное в реализации таких задач? Самое сложное – это то, что на протяжении 30 лет были сформированы одни ценности, и сейчас нам нужно повернуть страну в русло цивилизационного собственного развития. Это довольно сложная задача, потому что раньше мы просто передирали у Запада какие-то элементы, связанные с управлением и связанные с образованием. И, к сожалению, ни одной из этих искусственно притянутых конструкций на русском дереве не прижилось. То есть ветки все эти сухие, как ЕГЭ, реформа образования, как миграционная политика. Масса можно приводить примеров, когда мы просто какие-то кальки брали, и в итоге результат отрицательный. И мне кажется, что очень важно то, что президент наш во время инаугурации и во время послания Федеральному собранию несколько раз повторял, что Россия – это особая цивилизация. Вот какая она, это зависит во многом от нашего поколения, от следующих поколений. И от этого будет зависеть жизнь наших и детей, и внуков, и всех других. Сегодня курс, который Россия выбрала и который подтвердили избиратели во время президентских выборов – это, прежде всего, курс на суверенитет, на свободу принятия решений, независимо от других внешних сил. Я очень хотел обсудить с вами тему просвещения и тему возраста. Вот вы как раз сказали, что это нужно начинать делать с молодыми людьми. У меня-то какой вопрос? Я, как человек, от 35 до 40 лет, а вот не нужно ли заниматься просвещением с людьми моего возраста? Во-первых, мы росли как раз на тех самых ценностях, которые в нас вкладывали 30 лет, о которых мы уже поговорили в 90-е годы. Это первое. А второе – это самое главное. Мы детей воспитывать сейчас будем. Вы знаете, каждый человек проживает свою жизнь на основании собственного опыта. Если он способен из него извлечь уроки, то это очень хорошо. Мне кажется, что воспитывать 30-летних не надо. Они либо уроки извлекают, либо не извлекают. И видно же всё, что происходит, и люди свои отношения формируют и так далее. Кто-то там испугался – уехал, кто-то уехал по идейным соображениям. Но мы, мне кажется, не должны в таком плане давить на индивидуальность людей. Человек должен быть свободен. Так и с воспитанием. То есть если человеку папа с мамой способны объяснить, что такое хорошо, что такое плохо – это огромный прорыв. А если папа с мамой просто суют ему смартфон и сажают в тележку, и едут с ним в Мегамол, то это очень жаль. Потому что тогда эту работу придётся брать на себя педагогам в школе и так далее. Для ребёнка это гораздо более травматично. Всё-таки все основные представления о хорошем и о плохом мы получаем в семье. Петр Олегович, а чем вы занимаетесь сейчас в Государственной Думе для тех, кто не очень знаком с деятельностью? Я работаю заместителем председателя Государственной Думы. У нас несколько заместителей. И каждый из них курирует определённые комитеты. Мы взаимодействуем с правительством. Сейчас выстроена эта работа очень тесно. И мы стараемся принимать те законодательные решения, которые пойдут на пользу нашим избирателям. Я курирую комитет по информации, цифровой так называемый наш комитет, который относится к Минцифре. И курирую комитет по просвещению. А я, насколько понимаю, насколько знаю, вы довольно часто встречаетесь со школьниками и со студентами. Да, я стараюсь встречаться не только со школьниками, со студентами, но и с преподавателями, которые с ними каждый день работают. О чём спрашивают школьники и студенты? Какими проблемами делятся и, может быть, мыслями и предложениями? Очень многое, опять же, зависит от того, как их ориентируют в семье, как их ориентируют в школе, на какие критерии успеха для них, что для них важно. Они, исходя из этого, и вопросы создают. Они не то, чтобы какие-то законодательные инициативы предлагают, но они спрашивают, а как сделать так, чтобы наше образование не было оторвано от жизни, чтобы была практика, чтобы можно было попробовать себя в том-то, в том-то и в том-то. И сделать самостоятельно какие-то выводы. Понимаете, человека нельзя заставить. Он должен сам решить, там, кем он хочет быть и так далее. Но человек взрослеет и определяется в профессии, он, ну, дай бог, там, к восемнадцати. Ну, девятое-десятое место. Ну, или позже. Это зависит от человека. Все люди разные. Кто-то знает уже, что он хочет, кто-то ищет. Но самое главное, чтобы у человека была возможность попробовать. И дальше ты понимаешь, куда тебе развиваться, где тебе интереснее, с какими людьми ближе. Петр Олегович, один из русских, российских, если угодно, философов, современных, вот прям совсем-совсем современных, сказал, что, цитата практически прямая, «Настолько люди неопытные в истории заерзали понятие культурный код, что некоторые теперь считают его штампом». Я так не считаю, что культурный код – это штамп. А вы можете вот на пальцах объяснить, что такое культурный код, что такое познание себя? Ну, это разные вещи. Культурный код – это все-таки то, что человек воспринимает как свое, как то, что он усвоил. А вот что такое русский культурный код? Ну, это русская литература, русская живопись, русская архитектура. Это самое главное – наш образ жизни. А Россия – это православная страна по своему историческому предназначению. И хотя сегодня она выглядит современно и развивается современно, но она не может развиваться именно как страна-цивилизация без опоры на историю свою, на вот этот как раз культурный код, наверное, который есть у всех на самом деле. Просто в разной степени люди им пользуются. Для того, чтобы улицу перейти, культурный код не нужен. Достаточно просто не ходить на красный, идти на зеленый. А какие-то более сложные вопросы, которые человек себе задаёт, они, конечно, нуждаются в том, чтобы были определённые знания, опора на те представления о хорошем и плохом, которые есть в семье у человека. Это очень важно, это, наверное, самое важное. Ну и на те знания, которые он усвоил в процессе жизни. Поэтому, понимаете, все эти понятия, все эти формулировки, они очень интересны для людей, которые часто этим пользуются. Но для нас, для обычных людей, мне кажется, самое главное – это в целом понятие культуры. Если культура какая-то есть в человеке, это заметно. Бывает период, когда в жизни человек задумывается о нематериальных вещах. И вот тут, конечно, понимание культуры и умения отличать хорошее от плохого, не знаю, знания, музыки, литературы и чего-то ещё, оно человеку очень помогает. А русскую культуру во всём её многообразии, на Западе, как сейчас на это смотрят? Ну, на Западе сейчас мы враги, и в целом и культура наша. И всё, что с нами связано – это просто для них пляски людоедов. И многие здесь не понимают той степени ожесточения и того разрыва, который у нас произошёл с Западом, он ни на год, ни на два – это на 10, на 20, на 30 лет разрыв. И к этому надо спокойно относиться, мне кажется. А что касается русской культуры, я вам приведу такой пример. В Париже есть консерватория имени Рахманинова, которую создали на деньги русской эмиграции, которая занималась музыкальным образованием русских детей, и не только русских, там учится огромное количество детей из разных стран, из восточноевропейских, в том числе и украинцы. И вот на входе в русскую консерваторию в Париже ещё со времён Рахманинова стоял двуглавый орёл. Мэрия Парижа поставила условие – убирайте двуглавого орла, иначе мы вам не продлим договор о ренде. Вот, пожалуйста, вам как это действует, как это работает. А то, что мы не отвечаем зеркально и не отменяем западную культуру здесь, в России – это политическая воля? Ну, мне кажется, что прежде всего это такое решение, сдержанное и основанное на порядочности руководства страны нашей. То есть мы часть мировой культуры? Мы, безусловно. Мы самая большая страна Европы. То есть по большому счёту Россия – это и есть Европа, куда все стремятся. А вот этот вот огрызок, который сейчас называется Евросоюз, и который скоро распадётся, он достиг определённых высот, а сейчас пошёл по наклонной вниз, потому что у них падает благосостояние среднего класса, у них огромные проблемы в экономике и так далее. И так далее. То есть эта риторика, что во всём виноват Путин, это всё равно заместить не удастся. Пётр Олегович, как вам участники Евровидения? Я не смотрю Евровидения. Я тоже, но вы же видели наверняка по новостным лентам. Ну, я видел, что там какие-то фрики. Ну, слушайте, это их жизнь. Меня это вообще не касается. А это хорошо, что мы больше не там? Я думаю, да. Нам только на пользу. И есть же ещё спортивные соревнования, которые тоже для участников из разных стран. А почему Международный Олимпийский комитет так настороженно к ним относится? Они боятся? Конечно. Для них это прямая конкуренция. Что такое Международный Олимпийский комитет? Вот у нас многие не знают. Это просто клуб. Это ничего. Это клуб, который был организован и поддерживается англичанами как некая закрытая клубная структура, которая принимает или не принимает в свои ряды тех или иных атлетов, которые выступают на соревнованиях. Они отказали Российской Федерации, Белоруссии в участии в Олимпиаде. Те люди, которые туда поедут, поедут исключительно в личном качестве. Они не будут представлять страну, потому что нет ни флага, ни гимна, ничего. Мнения по поводу Олимпийских игр в Париже они же разделились. То есть, например, Ирина Винер, она одного мнения придерживается, а наш теннисист, довольно известный, Данил Медведев, другого мнения. Он говорит, если предложит, я с удовольствием поеду. Есть разница. Теннисисты всегда на всех соревнованиях выступают в личном качестве. А, допустим, лёгкая атлетика или художественная гимнастика – это всё-таки… Вообще спортсмены едут на Олимпийские игры представлять страну, не самих себя. А то, что они не поедут в Париж, ну, что делать? Нам нужно думать о том, чтобы импорта замещать не только какие-то там железячки, а чтобы импортозамещать и идеологию, идею. Понимаете? Насколько важным фактором здесь становится законотворчество? Очень важно. Мы стараемся вместе с коллегами… Законотворческий процесс идёт не сам по себе. Он отвечает на запросы общества. Это могут быть какие-то небольшие решения, которые касаются запрета наливаек в подъездах. Это могут быть решения более существенные, которые ужесточают порядок регулирования сегодня абсолютно неконтролируемой миграции и создания нормальной ситуации в наших городах. Это могут быть решения, которые вообще касаются как бы очень узкой, небольшой части, но которые на будущее создают задел, например, как законопроект о запрете смены пола или запрет пропаганды ЛГБТ. Эти вещи, они фундаментальны, и они на десятилетия вперёд будут работать. Поэтому мы стараемся принимать такие решения, конечно, взвешенные, потому что это очень ответственное дело. Вы же не можешь принять закон, который потом будет вредить. И поэтому есть целая система консультаций, контроля. Мы обсуждаем это с правительством и так далее. Это довольно сложный процесс. Вы как журналист меня прекрасно поймёте. Очень часто заходишь в интернет и видишь один из сотен заголовков, который обязательно будет начинаться вот так. В Госдуме заявили, в Госдуме предложили. Да, вот когда говорят так, в Госдуме заявили, то это, в общем-то, ни о чём. Госдума – это 450 депутатов, у которых есть фамилии, имя, отчества, и у которых есть их избиратели. И знаете, Госдума, она разная. То есть у нас разные фракции, то есть люди с разными политическими взглядами на будущее страны. У нас абсолютно разные в Думе срезы социальные. То есть у нас есть и учителя, и олигархи, и инженеры, и кто угодно. У нас есть депутаты, которым за 80, есть молодые, которым чуть больше 20. Ну и, конечно, люди все разные и с разным жизненным опытом. И профессионализм действительно вырос. По сравнению с тем периодом, когда я работал журналистом в Государственной Думе, в конце 90-х, в начале 2000-х, сейчас Дума совсем другая. И взаимодействие с правительством совсем другое. Тогда был антагонизм, после 93-го года он длился достаточно долго. Сейчас у нас все-таки налажены рабочие отношения. Плюс в связи с поправками в Конституцию, Дума утверждает Кабинет министров. Петр Олегович, а вы следите за округом избирательным, по которому вы избрались? Обязательно. Да, я слежу. И более того, у меня налажена прямая связь со всеми районами. И я приемы провожу на округе. И езжу, встречаюсь с жителями. Во-первых, это для меня уже стали какие-то родные места. А во-вторых, конечно, изменения огромные. Ну какие? Ну какие? Я могу сказать, допустим, район… Ничего нету, люди живут в этих пятиэтажках. Довольно все грустно. Сейчас Капотня – это Нью-Йорк. То есть там построены новые дома, там сделаны шикарные парки, спортивные сооружения. Мы сделали там, благоустроили набережную, где гуляют с детьми. Это очень комфортный район. Хотя метро по-прежнему нет, но чисто технически его нельзя туда провести. Но хотя бы наладили транспорт, и сейчас у людей нет проблемы добраться до работы оттуда, если они едут в центр Москвы, условно говоря, на общественном транспорте. Ну учитывая, что мы с вами встречаемся в рамках «Пришли к вам в Костю» в рамках городского канала, мне бы все-таки еще хотелось узнать, что вы видите в городе, какие изменения в последнее время? Ну это такой вопрос сложный. Москва, конечно, является образцовым городом России. И те практики, которые управленцы Москвы наработали в Москве, они сейчас постепенно воспринимаются так или иначе, перенимаются регионами. Но Москва – это центр притяжения для всей страны. Ну как говорят, самый лучший город Земли. Хотя та Москва, которая сегодня существует, она, конечно, отличается от той Москвы, в которой я там родился и вырос, но это нормально. С другой стороны, это эволюция, все развивается. В целом для людей жизнь стала гораздо комфортнее. для молодежи. Я вам могу привести пример с одним большим проектом, который Москва впервые, так сказать, в России осуществила. Это реновация. И по моему округу, вот, допустим, такой район, как Кузьминки, состоящий из пятиэтажек, с этими зелеными, уютными дворами. Но, тем не менее, это хрущевки, где пять квадратных метров кухня и либо жена, либо холодильник, так что называется. Так вот, молодежь не хотела там жить. Вот бабушка с дедушкой, у них квартира, они умерли, оставили внуку или внучке, они не переезжают туда. И изменить эту ситуацию смогла только программа реновации, когда возвели новые дома, и те же самые наследники этих дедушек и бабушек из хрущевки получили нормальные, комфортные квартиры, современные, там, со всеми удобствами, с оптоволокном и так далее. И вот это меняет на глазах просто район. Петр Олегович, хочется понять, а какой вы в обычной жизни? У меня есть семья, есть дети, с которыми я стараюсь какое-то время тоже проводить. Я люблю природу, люблю, ну, как-то в целом, наверное, мне казалось всегда, что это никогда не интересно людям какие-то вот рассказы про... Вы не поверите, на этом целые журналы создавались. Нет, но это я знаю, нет. Я знаю по поводу звезд шоу-бизнеса, это понятно, но я же не звезда шоу-бизнеса. Я скромный человек, которому доверили вот в таком большом кабинете тут принимать какие-то решения. Завтра, если мнение моих избирателей поменяется, я спокойно уйду на пенсию, и буду, не знаю, что, доить корову или ездить верхом, там, в общем, что-то такое. Если в госдоме вам бывает скучно? Ну, слушайте, а вам бывает скучно на работе? Бывает, иногда бывает. Ну, и у меня тоже самое, так что мы с вами в этом смысле похожи. Мы живем, в принципе, все одной жизнью. Есть вещи, которые тебе интересны, от которых ты испытываешь удовлетворение, если ты решаешь какой-то вопрос, и ты понимаешь, что ты не зря здесь находишься. А бывают минуты, когда ты думаешь, боже, ну, куда же меня занесло? Ну, у меня так и на телевидении было. Я помню, когда вот в воскресное время начиналось, я сел вести, там же вот эта музыка, программа «Время», там «Тым-тым-тым-тым-тым». А я, когда был маленький, у меня «Спокойной ночи, малыши», и потом вот, когда эта музыка начиналась, мне родители говорили «Иди спать». Вот, а я тут сижу внутри этой музыки, понимаете? Мне тоже страшно было, вот, и скучно. Но в какой-то момент втягиваешься, ничего, нормально. А вы часто вспоминаете телевизионное прошлое? Ну, у меня много очень моих коллег, друзей, тех людей, с которыми мы вместе работали, тех, кто там как-то со мной связан, я с ними продолжаю общаться, поэтому в этом смысле я всегда тепло вспоминаю. Я не могу сказать, что мне там очень хочется куда-то туда вернуться, но я поддерживаю связь со всеми, с кем мы вместе работали. Спасибо вам еще раз за эту встречу. Спасибо. Ну что, дорогие мои, какое ваше мнение по поводу этого интервью? Я считаю, что Петр Олегович очередной раз показал, какой он очень интересный, очень сильный политик. Ну что, давайте голосовать. Будет ли он нашим следующим президентом и заменой Владимира Владимировича? Я считаю, что это достойный кандидат. Какое ваше мнение? Ставьте плюсики, если вы за, и ставьте минусики, если вы нет. И если вы против, если у вас есть другой кандидат, то сообщите в комментариях, за кого вы будете голосовать, кого вы видите следующим президентом и заменой Владимира Владимировича Путину. Подписывайтесь на мой канал. Впереди нас ожидает очень интересное видео опять из французского телеканала, которые очередной раз устроили разбор России и путинскому режиму. Будет очень интересно. В ближайшее время новое видео выйдет на канале. Подписывайтесь и в мой телеграм-канал также. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok